Два месяца самолет в Большой Елховке стоит с опущенным крылом. Он сломался в начале февраля. Под тяжестью снега повисло левое крыло и надломилось правое. Потому что всю зиму снег с памятника никто не счищал. Потому что памятника нет как такового хозяина, ни на чем балансе он не висит. И соответственно пока у нас в России, как бывает, пока гром не греет, мужик не перекрестится. И вот до последнего будем искать, кто теперь должен чистить снег с самолета. Кто и как будет чистить памятник следующей зимой, глава села пока не знает. Деньги из бюджета выделяют только на мемориал, павшем в годы Великой Отечественной. Да и то небольшие. Здесь даже вечный огонь не горит. На него периодически, как бы каждый год выделяют, порядка четырех тысяч. Но этих денег, скажу, сразу же не хватает. Мы его ремонтируем, там у нас бывает более серьезная сумма. Но это все благодаря и местным предпринимателям, кто материалами помогает, кто краской, кто работой. Так вот, с миром по нитке так и работаем. Самолет МиГ-15 разработан Микояном Игуревичем в конце 40-х. Советский истребитель был основным участником Корейской войны и многочисленных военных конфликтов по всему миру. Отслужив свой срок, в 1984 году он был установлен на территории Большей Илховской школы. И сразу стал одной из главных достопримечательностей села. На нем установили гранитную доску в память о летчике, погибшем в годы Великой Отечественной Иване Малышеве. А рядом поставили памятник герою афганской войны Сергею Тростину. Меня это все разочарует. Крыло упало два месяца назад, и никто не чешется. А хотя это память. Понимаете, какая? То есть патриотизм надо развивать. Все жители Большой Илховки уверены, нельзя дать самолету окончательно разрушиться. И ждут, когда восстановят их памятник. Там же памятник для этих воинов, которые пали в Чечне, в Афгане. Это же ставят каждые девятым моим эти венки и чествуют их. И памятник, считается, памятники надо восстанавливать, как должно быть. Глава села и сам этого хочет. Он помнит, как самолет впервые появился в их селе, а и они мальчишками сразу облюбовали боевую машину. Восстановить памятник Юрий Зеленцов планирует силами местного бюджета. Чтобы самолет, который уже 35 лет является одним из символов Большой Илховки, простоял еще как минимум столько же. Было принято решение дождаться оттепеля, так скажем, чтобы сделать подпорки под крылья, как это уже сделано в Чамзинке, в Качкурове. Сейчас просто ждем, допустим, земля тает, сделаем отверстие, углубим, забетонируем основание. Я думаю, вот в апреле, вот сейчас же до 9 мая мы все это уже проведем. Ведь нельзя допустить, чтобы у самолета с таким славным прошлым. Не было будущего. Людмила Чекал, Григорий Зенисов. Наши новости. Лямберский район.